И я так, ну, подошел к организаторам и говорю, ну, а как-то нельзя потише, потому что, ну, реально можно оглохнуть. И вы знаете, Господь меня в тот день обличил. Через этого организатора. Он говорит, вы знаете, я, ну, не знаю в каких войсках служили, но я служил в артиллерии. Вы знаете, там есть один способ такой, в артиллерии. Когда стреляешь из пушки. И вот, ну, подает команду огонь. Что делает те, кто стреляет из пушки? Я покажу. Примерно такой способ. Кроме того, что они закрывают уши. Они широко открывают рот. И вы знаете, что он хотел мне сказать? Он говорит, во время прославления, когда идут сильные децибели. Очень важно открывать свой рот. И вместе славиться всеми. Тогда ваши барабаны и перепонки вообще не страдают. И я тогда попробовал. И тогда опитах. И я только начал ходить в церковь. И я начал громко открывать свой рот. И започнах силно да си отварям устата. И понял, что это работает. И раздрах, что работи. С тех пор для меня громкая музыка не проблема. И вот тогда взамен сильная музыка не проблема. То, что мы здесь громко поем, это вообще, ну, как комарийный писк, на самом деле. Я был в таких церквях, где от вибрации, но реально стекла вот так дрожат. Я верю в то, что у нас еще будет такая церковь. Потому что мы церковь победы. Знаете, сегодня я ощутил себя тоже таким маленьким. И днес също се усетих като един малок човек. Като малка клеточка. Но в огромном, мощном, сильном теле. И знаете ли, какое это тело? Это тело Иисуса Христа. И вы знаете, за нами всегда кто-то стоит. И зад нас винаги стои някой. Значит, в Римской империи было так. Если кто-то нападал на римляния, он нападал этим самым на весь Рим. Значит, у Иисуса Христа работает то же самое правило. Если кто-то нападает на меня, на одного любого члена церкви, он имеет дело с Богом. Потому что Бог говорит, я буду защищать вас как зеницу ока своего. Вы знаете, что такое зеница ока? Знаете ли, какво е зеницата на окото? Это самая нежная часть. Это то, что в глазу находится. Конечно, мы будем защищать глаза, если кто-то попытается их выколоть. И разбира се, че ще пазим очи, ако някой се опита да ги избуде. И Бог с его отца се застъпва за нас. И Той сега е тук. Не ощущаете себя славами или каким-то никчемными, ненужными никому? Не все чувствуете слабее или ненужнее на някогу? Скажи, я Бог, ой, я сын Бога. Я часть Бога, да? Я часть естества Божьего, так написано. Я Божий сын. Я Божия дочь. Можете сказать на это аминь? Мы не просто какие-то букашки. Не смей, някакви булечки. Слава нашему Богу. Тот, кто в нас больше того, кто в этом мире. И сегодня я хочу представить нашего брата, это учитель. Учитель нашей церкви. Рукоположенный. Брат Александр Рожданович. Давайте поприветствуем. Доброе утро всем. Доброе утро на всички. Если мы говорим, пастор очень хорошая история рассказал. И все они подводят к тому, к очень важному качеству. Как вы думаете, что лежит... Ну, в начале семьи лежит что? Любовь. В начале дружбы приятельской лежат какие-то интересы. К основанию это на одно семейство лежит любовь то, а к основанию это на приятельство лежат какие-то интересы. С этого начинается все. И вот у вас из-за почвы всичку. А почему семьи и дружбы распадаются? Как думаете? Самое важное теряется доверие. И поэтому сегодня мы будем говорить о таком качестве как доверие Богу. И за това днес ще говорим за качеството като доверие на Бога. Потому что насколько я вижу из жизненного опыта доверие это благословение. За что-то от свой опыта виждам, че доверието е благословение. Вообще, что такое доверие? И какво е доверието изобщо? Ну вот, если брать как это изложено в той же Википедии, доверие это открытые, положительные взаимоотношения между людьми, которые содержат уверенность, порядочность и доброжелательность к другу человеку, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. С когото доверяващия си человек има добри взаимоотношения. Доверие зависит от степени от степени соблюдения говореных правил. От нивото на оговорените правила. А также от умения правильно действовать. И същото от умението да действаме правилно. Достигая безначенные цели для субъектов. Достигайки целта за субъектите. Даже в случаях, когато... Ну, нету правил в неопределенных ситуаций. Даже в случаях, когато няма правила в определени ситуации. С одной стороны, это написано, когда технически им языком, это сложно. Когато го пиши по технически язык, това е сложно. Я помню, когда я приехал к человеку, который продал нам землю. И я говорю, нам надо еще государство выкупить часть и съединить. И му казах, че от държавата трябва да изкупим часть и да я съединим. Но я, конечно, български на 100% не понимаю. И разбира се, не разбира много добре български. Это первая причина. Но второе, он говорит технически им языком. И второто нещо, той говореше на технически язык. И когда он много всего сказал, я ему лишь одно сказал. Говорит, Мартин, для меня это сложно. Поэтому я доверяю тебе. И он говорит, ну потому что я увидел уже отношения, которые были между нами. А что его ответ как профессионала бил таков? Я понимаю, что тебе это сложно понять. Но я помогу. Ты приедешь, принесешь один документ. И люди все сделают. И хората ще направят всичко. И поэтому, да, теми я сказал уже, что доверие это благословение. И есть некоторые принципы, которые важны для выстраивания доверительных отношений. Во-первых, между какими людьми может быть доверие. Първо, между кои хора может быть доверие. Я буду говорить о принципах жизненных, чтобы потом переложить на как мы с Богом ведем себя. Я буду говорить о жизненных ситуациях, чтобы показать отношения с Богом. Когда мужчина и женщина встречаются, они узнают определенные интересы свои. Они смотрят, как они реагируют в определенных ситуациях. И так как степень любви и доверия она возрастает шаг за шаг. И по този начин, нивото на доверие им започва да израства стъпка по стъпка. То есть, чтобы было доверие с Богом, нужно иметь какие-то взаимоотношения. И если нет этих взаимоотношений, либо они в односторонние часто говорят. То в мире семьи с односторонними отношениями, они распадают. Точно так же и с Богом. Для того, чтобы доверие улучшалось, нужно определенные качества, поступки, узнавать друг друга и находить больше доверия. Трябат определенные качества и поступки, за да се разпознава това доверие. И каждое действие в определенной ситуации будет улучшать или ухудшать доверие. И всяко едно действие в ситуации или ще задобрява това доверие, или ще го разваля. Очень много в Библии говорится о том, что мы как дети должны доверять Богу. Има много места, в които се говори, че не и като деца трябва да се доверяваме на Бога. И это тоже верно. И това също е верно. Но зрелое доверие, оно очень отличается коренным образом. Зрелото доверие много се различава. Мы сейчас очень много на эту тему с сыном говорим. Когда дети растут, мы их принимаем, когда они маленькие, они доверяют. Но со временем мы хотим им тоже доверять. Мы им доверяем какие-то дела. Мы можем доверять им какие-то финансы. И мы смотрим, как они распоряжаются. И поэтому очень важно взаимные отношения для взращивания доверия. И за това е много важно да има взаимные отношения за израствованието на това доверие. В моей жизни была очень интересна ситуация. Моя живот имаше много интересна ситуация. Которая коренным образом поменяла мою жизнь. Която напълно променила живота ми. Да, в юности я был парнем таким. Ну, можно сказать, отрывался. Но с другой стороны, вроде бы ничего плохого не делал. Когато бях молодеж, обичах да купонясвам, да си прекарам хубаво времето. Обаче в същия момент не правих нищо лошо. Занималах се, к примеру, ночными гонками. Занималах се с ношно рали, например. И была такая ситуация, когда я попал в аварию. Имаше ситуация, когда я катастрофировала. Это было зимой. Това беше пред зима. И пройдя эту ситуацию, я понял, что люди, с которыми я общался. Иминавайки при тази ситуация, аз разбрах, че хората, с които общувам. В большинстве случаев у нас были с ними односторонни отношения. Най-често с тях имахме одностранни отношения. Я понял, что в данной ситуации мне помог буквально только один человек. И я даже сегодня понимаю, что если я приеду в Беларусь. И даже и днес разбирам, че ако отида отново в Беларусь. Мы с радостью с ним встретим. С радостью срещу с него. Потому что у нас отношения, они действительно имеют такое доверительное. Я ему доверяю, и он доверяй. Защото имаме много доверительные отношения. Аз му се доверял, и той на мен. И после этой ситуации, я понял, что не бывает такого. Разбрах, че няма такого нещо. Что у тебя все люди, которых ты знаешь в друзья. Когато всички дети и хора, кои ты познаваешь, с эти приятели. Возможно, это сегодня ситуация размытая. Может быть, тази ситуация размытая днес. То есть понятие друг. Понятие то приятел. Но я знаю, что, к примеру, когда росли наши родители. Меча знам, че, например, когато родителите ми са израствовали. Понятие друг. Понятие то приятел. Это было очень ценно. И я знаю, что каждый взрослый сегодня, находясь в определенном уровне. И он видит, что у него есть несколько человек, действительно, истинных друзей. И если говорить уже, как видит наш Бог, и как Он хочет нас видеть. Он действительно хочет, чтобы мы были Его друзьями тоже. Той наистина иска, и не смея, да Му приятели. Что мы не только свою жизнь им доверяем. Не само, да Му доверяем живота си. Но и Он может доверять нам. Но и Той да не доверяло. Вы же знаете, что Иисус, Ему нужны руки. Нали знаете, че Иисус се нуждае от ръце. Которые будут делать на этой земле. Които да вършат неща на тази земля. И следующий пункт доверия, это открыты и положительные отношения. И следующая точка на доверие, это са отворные и открытия отношения. Отношения нужно делать еще более крепкими и понимать намерение другого человека. Отношения, это треба да ги заздравяваме все повече и треба да доверяваме на другий человек. То есть, если мы прошли определенные обстоятельства сложные в семейной. То и мы можем дальше видеть, что в таких же ситуациях, может более сложных, у нас тоже будет все хорошо. По нататък да видим, че в различные ситуации, может быть даже и по сложные, при нас всичко ще е наред. А как мы можем с Богом это вот искать? И как можем да го постигнем с Бог? То есть, мы это можем искать через Писание. Можем да го търсим, това нещо, через Писанието. Мы можем видеть и анализировать ситуации библейских героев. Можем да видим и да анализираме ситуациите на библейските герои. В каких жизненных ситуациях они их были и как Бог их правил. И когда мы это будем понимать и перекладывать на свою жизнь, то мы будем понимать, что Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. Одно из таких слов, это притчи, третия глава, шестой стих. Такие места с притчи, третия глава. Во всех путях твоих познавай Его. Во всичките си пытища, да го познаваш. И Он направит стези твои. И то, что направи пытищата ти. То есть, когда мы познаем жизнь героев в Слове, то есть, когда мы глядеме живота на героите от Словото, мы понимаем, как будет Бог действовать, возможно, в нашей жизни. Мы разбираме, как ще действует Господь в наше живот. Одна из таких ситуаций, это эмиграция многих людей в определенную страну. И една от подобных ситуаций, это эмиграция на хора в друга държава. Когда мы видим библейских героев, в которых Бог говорил, иди, я тебя поддержу в любой ситуации. Когато виждаме библейските герои, които отиват някъде, и Господь им казва, отивай, я ще подкрепя. И то же самое и люди, которые доверяют Богу. И Бог говорит, иди в эту страну. И също нещо е, когато хората отиват в някаква държава, Господь им казва, доходят там. И Бог говорит, что я тебя поддержу. И Той казва, аз ще те подкрепим. И эту ситуацию не только мы проходили. И самое первое слово, когда мы познакомили с пастором, и не само ни именавахме през подобна ситуация, когато так мы се запознахме с пастора. И он сказал, но это шутка и не шутка. Твоя хем шага, хем не шага. Говорит, самое важное отношение с Богом у иммигранта происходит именно тогда, когда он приехал в другую страну. При иммигранте се случва тогава, когато те достигат в тази держава. Потому что он не может ни на что рассчитывать. За чтото не может да рассчитано нищо. Он не может рассчитывать на чужое государство. Не может да рассчитано державата. У него нет здесь людей, друзей, которые могут помочь. Единственное, кому он может доверять, это Богу. И самый главный, еще один из фактов доверия, это уверенность, порядочность. Если говорить о семье, то важно понимать порядочность человека, который находится рядом. Когда мы понимаем и видим в своей жизни Божью руку, его водительство, особенно когда мы только приходим к Богу, большими глазами смотрим, «Вау, да не может быть такого». И с големи очи го гледаме и не можем да повярваме. И это очень сильно впечатляет. И много сильно не впечатлява. А кому-нибудь приходила такая ситуация, что «А может это так вот, ну, раз, два и все?» Някой имал ли подобна ситуация и да си мисли, така ли се случва? Может это случайность. Дали не е случайность. Но Бог, Он верен обещавшим. Обаче Господь е верен на тази. Когда мы изучаем Слово, мы получаем определенное пророчество для себя, подкрепление, учимся Бога видеть во всех ситуациях, учимся да виждам и Господь в различных ситуациях, и я скажу, я тоже этому учился, видеть Божью славу в мелочах. Когда я был неверующим, я верил в удачу. Когато не бях вярващ, аз вярвах в късмета. Мы сегодня много можем видеть этих знаков. У кого на машине подкова, у кого в доме. И днес можем да видим много подобни знаци. Люди, когда играют в лотерею или в какую-то игру, они просят «О, удача нам, должна прийти». Когато хората играют в различни лотари, казват, че късмета ми дойдей. Когда я вспомнил, когда я не сказала «касмет», я вспоминаю в Българии чай, когда дают късметки. Когато Аня каза «касмет», се сещам за късметчите, които ги подават в България с кафе или чай. То есть это очень важно для людей. То есть това е много важно за хората. Они говорят «Я удачлив», и они чувствуют какое-то подкрепление изнутри. Те казват «Аз съм късметли» и усещат някаква подкрепа отвътре. И когда я пришел к Богу, мое разочарование, в принципе, оно не было разочарованием. И когда дойдох при Бог, имах все одно разочарование, обаше не было разочарование. Разочарование было о том, что удачи нет. Разочарованието беше, че няма късмет. Я понял вся та удача, которая была в моей жизни. И разбрах, че целия този късмет, който го имах в живота си, и который есть сегодня, и който го имам днес, это благодаря Богу. И благодарение на Господ. Я знаю у нас те люди, которые бизнесом занимаются. И люди, когда смотрят со стороны, они очень часто говорят, что «О, ему повезло, у него удача». Но обычно сами люди в бизнесе говорят, кто много работает, тому и удача. Кто сам делает, тому и удача. Если говорить уже о намерениях Бога в нашей жизни, то римлянам 8 глава, 28 стих. Римляне 8 глава, 28 стих. Там не сложно. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуют как благо. И в Еремии 29 глава, 11 стих. Оно говорит, что «Ибо я знаю намерения, какие имею о вас». И в Еремии пишет, че познавам намерения, които имам за вас. Говорит Господь, намерения во благо, а не на зло. Намерения са за благо, не са за зло. Чтобы дать вам будущность и надежда. За да ви дам будущее и надежда. То есть, когда мы всем сердцем доверяем Богу, то мы понимаем, что Он имеет благие отношения на нас. То есть, когда мы доверяем на Господь напълно, мы должны знать, что Он имеет добрые намерения за нас. И поэтому мы Ему и доверяем. И за это мы доверяем. И когда мы в своей жизни прослеживаем ситуации, мы Ему еще больше доверяем. И когда мы расследуем ситуации от живота си, мы еще больше доверяем. И нам, как людям, ну, сложно доверить другим. И като на хора, не е сложно да доверим някакви неща на други. Много ситуаций в жизни, и особенно когда при СССР, когда рожден еще. И има много ситуаций в живота, най-вече при вне языка, которые родили в СССР. И люди, когда не знают Бога, они говорят, доверяйте могу только себе. Хорите, когда не познават Бога, казват, что можно доверяем само на себе си. И в этой ситуации я, когда мне было 18 лет, я работал на заводе. Или чуть-чуть позже. Ну, в общем, у нас в бригаде было два молодых, я и один парень еще на год старше меня. Всего было человек 10, но нас вот молодых постоянно куда-то отправляли. И нам говорили, вот вы делаете вот это, там меняете приборы, и все приходится. И мне казваха, отивайте там, смените различные приборы, и сверчите тук. И естественно, я понимал, что наша работа делится на два человека. То есть на мою часть, и на часть второго парня. Работата ни се разделя на две части, моята часть, и частта на другого муче. Когда ты доверяешь себе, и от себя требуешь действительно хорошего исполнения, и от себя изисквашь хубавого исполнения, ты естественно и делаешь хорошо. Разбирайся, и го вършиш добре. Ну, и я естественно думал, но и все люди так делают. Но приходишь, это же химическая установка, там же нельзя сделать плохо. И имахме химическая установка, там няма как да вършиш лошу работата си. Одну минуту сохранишь, но потом ты будешь несколько часов это переделывать. Ако запазишь една минута, после няколко часа ще го управишь. А самое худшее, что аварийная ситуация вообще может унести чью-то жизнь. И най-лошто, что аварийная ситуация может да вземе живот, а не някого. Ну, и приходишь, вот работа вроде бы сделали два молодых парня. И идваш, двама младежи вършат тази работа. И через час мастер говорит, там плохо работает. И я понимаю, что это был не мой участок. Это был участок того человека. И со временем у меня выработалась такая привычка. Я, оказывается, самый младший в бригаде. Я делаю свою часть. Я любил один ходить работать. Но если отправляли вдвоем с этим человеком, мне приходилось младшим приходить контролировать старшим. То есть, в доверии есть еще и отношения определенные, чтобы вылезло слово. То есть, в доверии то есть, важно понимать по поступкам, по делам, то, что мы делаем. по поступки и по делам, и когда мы понимаем, что Божья цель в нашей жизни, она благая. И когда мы понимаем, что Божья цель в нашей жизни, она благая. К примеру, очень познавательная и очень интересная ситуация Иосифа. Иосиф казалось бы, один из младших братьев. Если проанализируешь его жизнь юности, то скажешь, ему совсем не повезло. Но он любил Бога. Он доверял ему. Отношения отца к нему были хорошие. Но отношения братьев были завистливы. И что с ним произошло? Его избили, его кинули в колодец, его продали. Тогда где же водительство Божие в его жизни, можно подумать? В его жизни. Бог в неговия живот. То есть против него столько зла сделали. Что в итоге? У Бога был свой план на него. И накрая какво? Господь имал свой план за него. Он его поднял. Той го издигнал. Он его сделал, можно сказать, доверенным лицом фараона. Направил го и довереното лице на фараон. А для чего? За какво? Для того, чтобы ему было хорошо там. Нет. За да му е хубаво на него? Не. Он поднял его для того, чтобы через определенный срок чтобы спасти еще больше людей. Да спаси още повече хора. Мы знаем те моменты, когда были не урожай. И не знаем, когда имал моменты. Но благодаря тому, что Иосиф доверял Богу, когда им было житва, обаче благодарение на това, что Иосиф все доверял на Бога. Он дал ему определенный план. Не знаю, наперед. Он дал определен план за напред. Но он делал, он сохранял зерно, и потом это привело к спасению многих людей. То есть запазил зерното, и след това, твое доверие до спасения это на много хора. И почему важно также доверие для Бога? Это очень важно. И за что важно доверие это за Бог? Что такое пророчество? Какво е пророчеството? Пророчество – это то, как Бог видит будущее. Вот мы будущее, когда говорят о людях, да, мы можем планировать на год, на два. Когато си говори за хора, ние можем да планираме бъдещето една година, две години напред. Но потом, это неплохо ставить определенные планы наперед. И това не е лошо, да си поставим планове за напред. Но когда познаешь Слово, когда познаешь Бога, откровение получаешь. Обаче, когато познаваш Словото и откровението от Господ, может это обидно будет. Может быть, это звучит обидно. Но иногда говорят, что глуп тот человек, который планирует больше, чем на один день. Обаче понякога казват, что глупа в человека, который планира повече от за один день. Потому что каждый день Бог делает новым. Защото Господ всеки ден го върши новым. И если мы не доверяем Богу, то наши планы не просто под откос моментом идут. И ако не доверяем на Господ, наши планове ще се разрушат в един момент. И у Бога есть определенные пророчества для каждого человека, для каждой страны. И Господи, определение пророчества за определенный человек, за определенную державу. Возможно, даже вот для каждой нашей семьи есть пророчества. Может быть, даже за всякое наше семейство, то есть ему пророчество. Но как мы понимаем, ни одно пророчество не исполнится. Обаче, ни то одно пророчество не надо се исполнить, пока не будут исполнены определенные условия. Дукат унеса исполнение определенных условий. Если Бог говорит, что в определенной стране будет большое пробуждение, да, это говорят пророки. Но кому они говорят? Они говорят, это люди. И если люди не доверяют Богу, то они это пророчество не услышат, они его пропустят. Но если они доверяют, принимают это пророчество, они начинают идти туда, куда их отсылает Бог, и это пророчество исполняется. Потому что у Бога появились люди, руки, сердца, которые готовы это, которые готовы пророчество исполнить. И то есть на сегодняшний момент каждый из нас, даже наши дети, они являются Божьим инструментом. И очень важно быть свободным для Его дел. Я понимаю, что в таких ситуациях вообще бывает очень страшно. Я помню, когда я летел на похорон отца, мне было очень страшно. Не то, что страх, что мой отец умер. А я понимал, что я самый младший. А Бог дал мне слово в самолет. И я должен был его сказать. И там люди, которых я вообще не знаю. И действительно, ты просто доверяешь Богу. И ты просто се доверяешь на Господь. И даже во многих ситуациях в жизни. И даже в много жизненные ситуации. Да, у тебя есть план. Тебе, к примеру, нужно что-то купить, что-то построить, что-то сделать. Трябва нечто да купишь, да построишь, да направишь. То, что ты не знаешь как правильно. И я очень много встречал людей, особенно иммигрантов. Которые говорят, о, мы прилетели в эту страну, нас постоянно обманывают. Нас там, там, там обманули. Когда это спрашивают у нас, а у вас как? Я говорю, нас вроде не обманывали, я говорю, просто у нас есть одно преимущество верующих. Когда мы не знаем людей. Когда мы не знаем ситуацию, как действовать, да? Когда мы не знаем как да действуем в определенная ситуация. Что-то делать. Да правим нечто. Мы доверяем это Богу. Ни доверяем и на Господь. И мы говорим, Господь. И казвам и Господи. Я доверяю Тебе в этом человеке. Аз Ти доверяю, аз Ти се доверяю в този человек. И действительно, жизнь с Богом, она совсем другая. И наистина, жизнь с Бога е много по-различна. Очень интересная история о Ионе. Интересная история за Ион. Иона. Про Иона. За Иоанн. Нет, Иона. Ион. Детской Библии не читал. В детских Библиях очень часто показывают эту историю. В детских Библиях много часто показывают тази история. Особенно не понимаешь, как же он выжил в это в Ките. И не разбираешь, как и уцелял в Кит. Но эта история очень многогранна. Она простая, но многогранная. И многогранна. И здесь всего лишь четыре главы. И очень интересно Иона досуги прочитать, подумать. И има саму четыре глави. И много интересно да ги прочитать. Мы знаем, что Иона, он верил Богу. И знаем, что Ион верил на Бог. И в определенный момент, Бог ему сказал. Но можно сказать по-другому. Я тебе доверяю. Аз тебе доверяю. Ты должен пойти в Ниневию и сказать такое-то слово. Если город не покаяться, я его естественно разрушу. И ты трябва да идешь в Ниневию и да споделишь моето слово. И ако града не се покая, аз ще го разруша. Но тут доверие Ионы не хватило. Наоборот. Доверието на Иона не стигна. Что он сделал? И какво я направил? Он начал убегать от Бога. Он очень интересным путем. Да бягал от Господа по много интересен начин. Он естественно сел на корабль. Качил се на корабль. В другую сторону поплыл. Утишел в различна посока. И тут их настигла непогода. И изведнъж ги стигнал много лошо время. И буря просто не утихала. И буря просто не исчезла. И тут капитан и вся команда начинают паниковать, что корабль разрушится. И капитана и целия экип започват да се притесняват, че корабль ще се струши. И тут они узнают от Ионы, что это скорее всего из-за него. И изведнъж разбират от Ион, че най-вероятно и от него. Ну, это он так сказал, но на самом деле он понимал, что это точно из-за него. И что он предложил? Говорит, вы можете меня выкинуть и все будет хорошо. То он предложил да го изхвырлят от кораба и всичко ще се управи. Ну, естественно, капитан и команда, она несет ответственность за каждого человека. И разбирайся, капитан и экипа имат отговорност. Они сначала не приняли его слово и начали все же как-то пытаться уйти от бури. И отначало не са приели неговото слово и са се опитали со своей силой да запасят ситуацията. И они понимали, что они все делают, но погода не утихает. И те разбирали, че се опитват да вършат различни неща, обаче времето не се управят. И самое интересное, что в Библии написано. И на интересное то, че в Библии пише, что даже когда только моряки начали сами уже молиться, че когато даже и самите моряци започнали да се молят, они поняли, что да, наверное, надо его выбросить. Те разбирали, че да, наистина, трябва да го изхвырлим. То есть они его выбросили. И се го хвырлили. Погода успокоилась. А что стало с Ионой? И какво се случило с Ион? Если думать, вот как мы сегодня в мирской жизни, и ако мыслим, както в света е приятно да мыслим, то есть когда человек оступается, когато човек се отстъпва и прави нещо грешно, электрики меня сразу поймут. Электриците ще ми разберут. Если засунуть руку в щит высоковольтно, то сразу убьем. Ако заплухнем ръката в щита, но Ион не повезло. Обаче Ион имал късмет. Бог действительно дальше имел план. И Бог имал план за него. И так получилось, что приплыл кит, его проглотил. И тот там три дня и три ночи молился. И то есть только тогда, когда его сердце пришло к покаянию, и он начал доверять Богу, то Божий план был такой, что кит его выплюнул. Потому что Бог действительно ему доверил жизнь многих людей. Жизнь доверил ему просто многих... Бог доверил ему жизнь многих людей просто. И если мы читаем дальше, то там так и написано, если не ошибаюсь, в четвертой главе, что Бог Ионе дал второй шанс. Чтобы он пошел и рассказал пророчество. Очень интересно получается, что у некоторых людей бывает два шанса. У кого-то три-четыре. Някои имат три-четыре. А у кого-то только один. А някои имат само один. И иногда бывает, что, когда Бог нам говорит один раз, и понякога се случва, че когато Господь не казал едно нещо, нам страшно. Нас не есть страх. Но другой ситуации не будет это сделать. Обаче не может иметь другую ситуацию, чтобы его направить. И почему я говорил о похоронах? Я понимал, что другого шанса проповедовать этим людям не будет. Как то и на погребение, то аз разбирах, че не может иметь другую шанс, чтобы проповедовать на тези хора. И моя задача... Я не знаю, что подумают обо мне люди. И моята задача беше следната. Не знаю, какво ще помислят тези хора за мен. Но я понимал, что Богу важно донести это слово. Обаче разбирах, че за Господа важно аз да им кажа това слово. Наша задача, как рук и Божиих, просто донести это слово. А дальше Бог делает свою работу. Наша задача, като ръцете на Господа, да донесем това слово и другото, что говори Господь. И что говорится в Библии о важности верности и доверия? Я выделил три важных пункта. Во-первых, Бог ищет верных людей. То есть Он, возможно, и физическим методом ищет верность в людях. Може би и по физически начин си търси верни хора. Очень часто мы это замечаем. Много често Го забелязваме. Про финансы. За финансите. Либо в работе. Или в работата. Когда мы в малом верны. Когато сме верни в малкото. Бог доверяет больше. Господь не доверява повече. Я сегодня действительно восхищаюсь многими Божьими людьми. И есть даже действительно женщины. Даже има и жени. Через которых Бог очень делает большие финансовые дела. Через които Господь извършил много финансови дела. К примеру, Джойс Майерс. Например, Джойс Майерс. Или когда к нам приезжала женщина, которая в Индии. Или когато при нас идваше една жена. Линси Макнолти. Лесли Макнолти. Да. Это люди, которые доверяют Богу. Това са хора, които се доверяют на Господь. И Бог знает, что они верны. И те знаят, что Господь знает, что те са верни. И Он действует. И действует. И Он ищет таких людей для чего? И търсит тези хора за какво? Чтобы благословить. За да ги благославя. Благословение мы понимаем в разных путях. И разбираме за благословение то в различных нещтах. Това не са само финанси. Очень показательную историю, касающуюся пророчества и одного пастора, слышал. Много показательная история, която се отнася за одно пророчество и пастор. Американский пастор, которому Бог сказал, себе нужно ехать проповедовать в Африку. Американский пастор, на когото Господь му каза да утиде да проповедва в Африка. И так получилось, что денег на поездку нет. Обаче той нямал пари да утиде там. Но если Бог говорит и сердце доверяет. Ако Господь казва и сердцето му се доверява. Ладно, на билет там вначале нашли. Намерили пари първо за билета. Но для того, чтобы приехать в страну, там есть определенные документы, нужно справки оформить. Обаче за да утида в държавата трябва да си имат определенные документи. То есть корабль находится уже на месте, а денег нет. И этот пастор, он молится. И този пастор продолжава да се моли. Он доверяет Господу. Доверява се на Господ. И тут приходит африканец, который говорит, меня послал к вам Бог. И изведнешний два африканец, който идва и казал, мен ме испрати Господ при вас. И он говорит, что он сказал мне дать вам столько твоего денег, потому что, ну, Бог знает ваши нужды. Поэтому, когда мы доверяем, Бог се устраивает. И во второй, я всегда это главу говорю трудно, во второй паралипоминон. Не только я говорю, слышно? Шестнадцатая глава, девятый стих. Ибо очи Господа обозревает всю землю. Сейчас, секунду. Обозревает всю землю, чтобы поддержать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Чьито сердца са напълно преданы на Него. Тут здесь все написано, когда наши сердца преданы на Богу. И тук изписва всичко, че когато сердца ни са предадени на Господ, тогда и Бог може да верят нам. Тогава и Господ може да ни се доверява. Второй пункт, да, то есть, первое, Бог ищет верных людей, второе... Първото нещо, че Господ си търси верни хора, а второе... А второе, верных людей трудно найти. Второе, че е много сложно да се намерят верни хора. К примеру, в притчах 20 главе, 6 стих, много хора може да се наличат верни приятели, но трудно найти такого, на кого можно положиться. Это современный перевод. Повечето човеки разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек? На самом деле, даже среди християн есть много людей, которые говорят, я доверяю Богу. Всъщност, даже среди вярващите има много хора, които казват, аз се доверявам на Господ. Но в большинстве, когда приходят трудные ситуации, обаче, когато уйдват сложните ситуации, они понимают, что... Ну как, это не они понимают, а со стороны мы понимаем, что там доверия очень мало. Отстранили, не разбираме, че има много малко доверие, всъщност. Слава Богу, что нас не учили кредитами пользоваться. Но сегодня люди, у которых есть кредитная карта, они больше доверяют кредитной карте, чем Богу. И в Псалме 52, и в Псалме 52, третий, четвертый стих, Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделали с равными непотребными, нет делающего добро и нет ни одного. 52-я глава, глава, третий, четвертый стих. Может там смещение быть. Одним словом, Бог ищет людей, но очень трудно найти. Господь търси хора, обаче много сложно да се намерят. И третий пункт, который я выделил, это верность, ключ, благословение и победа. И третата точка, която изкарах, верността, е ключа към благословението и към победата. И вот не зря, я приводил пример, что когда иммигрант приезжает в другую страну, он доверять может только Богу. Ненарочно ви дадох пример, че когато един мигрант се месте в друга държава, може да се доверява само на Господ. Я помню одно из самых первых чудес, которые делал Бог. Спомням се за едно от най-първите чудеса, които Господ извърши за мен. Это бил април 2014 года. Това беше април 2016 година. 14-та. 14-та. Но мы тогда, я это увидел тогда в путешествиях. И когато пътувах, го видях това нещо. Мы поехали в Доминиканскую республику на несколько месяцев. Утидохме в Доминиканската республика за няколко месяца. И тут через недели-две начинается адаптационный период у детей. Няколи след две седмицы започва адаптационный период при наши деца. Дети наших приятелей заболевают, их там тошнит. Наши приятели започват да повръщат, болидуват. Наш тоже немного начинает. Наши също започват да се разболяват. И ночью температура уже по 38. Я понимаю, на кого я могу доверять вот в Доминикане. Уровень Доминиканы, это, наверное, в Болгарии очень хорошо. В Доминикане все сложно. Для того, чтобы там жить, можно и под Пальмой жить. Испанского языка ты не знаешь. Ты турист. Связи у тебя нет. Дети болеют. Моя супруга говорит, что делать? И супруга ты мне казва, какво да правим. Ну, я понимаю, как муж, как главный. И аз разбирам, че съм мъжек и като глава. Я почему-то с дирановением сказал, иди, я сам разберусь. Аз ей казал, хоти, ва я сам, что я управя. Она пошла спать, это уже было поздно. И тя отиде да се ляга, беше много късно. Я просто, буквально, полчаса на коленях молился перед ребенком. И аз просто половин час на колене се молях пред детето си. И тут я вставляю и тут 36,6. И я понимаю, вот это да. И Бог действует. И в Иоанне, пятая глава, четвертый, пятый стих, первая Иоанна. Ибо всякие рожденные от Бога побеждает мир. Четвертая глава. Пятая глава, четвертый, пятый стих. За что-то всичко, что родено от Бога, побеждало света. И эта победа, победившая мир, и тая победа, която и победила света, вера наша. И спечелила нашу веру. Кто побеждает мир, и кой побеждает света, как не тот, кто верует, что Иисус, а ку не е тоя, който верует, что Иисус, Сын Божий. и Божия Син. Верность. Очень много можем говорить о вере, о верности, о доверии. Можем много да си говорим за верность, за доверието. И поэтому очень важно изучать Писание. И за то, и много важно да изучавам Писанието. Познавать жизни библейских героев, как Бог действовал в них. Да анализировать свой пройденный этап с Богом. Да анализираме свой изминал път с Бога. Свои ситуации трудные. И своите трудни ситуации. И познавать, что нужно быть верным. И да познаваме, что трябва да сме верни. И когда отношения взаимны, и когда отношения не са взаимни, то и Бог верен. Тогава Господ уверен. И самое важное, о чем я всегда напоминаю детям, я же говорил, что мы очень часто говорим о доверии. Мы взрослые иногда косячим. Но дети еще больше это сделают. То нам что-то сделает не так. То обманет. И я часто говорю сегодня сыну, я хочу тебе доверять. И аз много често казвам на сына си, че искам да ти се доверявам. Но когда ты в этих ситуациях меня обманываешь, обаче, когда в подобные ситуации ми лъжишь, доверие падает. Доверието ми намалява. Так как мы занимаемся бизнесом, и работаем через интернет, очень часто приходят всякие финансовые предложения. Много често ми поступат финансовые предложения. И у меня в сердце Бог в определенный момент дал правила. И в сердце ми Господь мне даде едно правило, бизнес должен нести пользу людям. Че бизнеса трябва да носи някаква полза на хората. Ты должен через бизнес служить людям. Трябва чрез бизнеса да служишь на хората. Но когда люди предлагают финансовые пирамиды, где жадность, я лишь говорю одно. Друзья, вы попали и идете по очень опасному пути. Вы можете заработать денег. Но не самое страшное, то что вы потеряете свои деньги. Не страшно. Но самое страшное, что вы потеряете доверие. Доверие людей, которых вы позовете. Это кажется, что мир большой. Это кажется, что интернет большой, можно потеряться. Но если человек теряет имя, его очень сложно восстановить. И поэтому важно быть верным малым и верным большим. И у меня вот такой вопрос. В чем Бог нас может проверять нашу верность и доверие? Какие будут мысли? Да проверява нашу верность и наше доверие. Какие базовые вот сегодня есть? Ну так сказать, проверки доверия от Бога. Какви са базовите проверки на доверие от Бога? Десяти на одна из первых, да. Десяти на одна от первых. Финансы это самое первое и самое легкое на самом деле. Финансы это едно от первых и от най-лестных нещатов. Второе. Второе. Дружба, отношения. Работа. То есть, когда мы делаем верным, верным в малом, то есть мы маленькую работу, незначимую делаем истинно, да, с честным сердцем, то мы понимаем, что и большую нам доверят. Как работают структуры на предприятиях, к примеру, в любых организациях? И как работят структурите в всяка една организация? Есть, к примеру, заместитель, либо начальник, и има, например, заместник-началник, который видит среди работающих людей, който вижда среди работящих хора ответственного человека, которому может доверять. Един отговорен човек, на когото може да се доверява. Он видит, что этот человек делает свою работу хорошо. И вижда, что этот человек си извлажива работата добре. И что будет с этим человеком? И какво ще се случи с този человек? Есть очень большая вероятность, что этого человека повысят. Че този человек ще го повишат. Ему дадут больше ответственности, потому что можат доверять. Че ему дадут повечу отговорност, за чтото може да му доверяват. А в чем еще можно проверить? Власть. В какво другое можем да проверим? В властта? Власть, либо... Да. Как мы ей распоряжаемся? И как се... Как я используем тази власт? Влияние. Влиянието. Один... Мы говорили об Иосифе. Говорили сме за Иосиф. Человек, который с большим сердцем действительно послужил для многих людей. Человек, который с голямо сердце послужил на много хора. Но не будем далеко ходить. Обаче няма да гледаме много назад. Мы можем посмотреть на фараона. Можем да погледим фараон. У которого было ожесточенное сердце. Который имал много жестоко сердце. Который не любил людей. Который не обичал хората. Как минимум не своих. Как минимум не своих. И поэтому, когда Бог нам дает власть, Важно не одеть корону. И важно не да си слагами короната. А важно ее снять, снять свои погоны и идти служить людям. А и важно да си махнем короната. Да махнем скъпите неща и да отидем да служим на хората. Бог доверяет ответственность. Господь доверява отговорността. И эта ответственность надо правильно использовать. И с тази отговорност трябва да я ползваме правилно. И одно из, к примеру, таких пунктов, как финансы, я еще отношу слава. Освен финансы, с учет така отнасями славата. Ну или по-другому признание. Признанието. Когда мы в больших, ну в малых делах верны, в больших, все хорошо. Когда вы сме верни, вы в малки эти дела, вы вгулемитесь, что всичко и добрее. И тут какой-нибудь друг тебя спросит, а как у тебя так все получается? Из видны шнягой пряжел, что пито как такатиси получала. Можно отреагировать двумя способами. Можем дореагировать по два начинка. Можно сказать, о, я научился одно делать, второе, и тут у меня все идет хорошо. Докажем, о, а сын научил доправить. Тва и два, и всичко толково, добремеси получала. Но действительно, человек, который доверяет Богу, он скажет, это все Бог в моей жизни. Без Бога бы это уже давно развалило, за примеру. Без Господа всичко би се развалило. Важно славу отдавать тому, кто ее дал. И важно тази слава, да я отдавам и на този, който не е дал всичко. И я скажу, что если Бог доверяет малое, и если мы оправдываем его доверие, то он доверит и больше. И это частый разговор с детьми, что говорю, Алексей, если ты будешь делать вот так, я тебе доверяю больше. Алексей, ако го извършиш това, аз ще доверяю повече. И сегодня Бог, мы для Него тоже дети. И за Господь ние също сме деца. Он каждому говорит, что... И той на всякий му казва, я тебе доверяю малое, че аз ти доверяю малкото. И я тебе хочу доверить больше. Искам да ти доверя повече. Я хочу, чтобы ты не где-то там в конце был. Искам не да си в края някъде. А чтобы ты шел рядом со мной. А искам да вървиш до мен. Мы помним историю о блудном сыне. И вспомним историята за блудния син. Когда отец, когда сын вернулся, отец его поднял этого сына. И отец издигнал този син. Он ему одежды, он ему вернул полномочия, можно сказать, власть. Върнал мое дрехите, върнал мое власта, полномочия. Его сын восстановился. Он идет сбоку. Он не ест стручки для свиней. Той не еде храната на свинете. Он рядом с отцом. А то е до башта си. И за това нека сме верни.